Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет, вы на канале Crypto Commons и сегодня мы поговорим про очень важную тему, ребята, это 200-й мувинг на недельном таймфрейме. И, конечно же, цена биткоина, как она реагирует на эту скользящую среднюю, именно это мы обсудим в сегодняшнем выпуске. Если вам нравится криптоконтент, сразу ставьте лайк, проверяйте подписку на наш канал, колокольчик и мы начинаем, поехали. Итак, друзья, как вы можете видеть, цена биткоина в данный момент прямо сейчас тестирует 200-й скользящий средний недельный мувинг в качестве поддержки потенциально. Это очень важная точка, на мой взгляд, потому что, как вы можете видеть, этот уровень является значимым, наверное, самым значимым для цены биткоина за все время. Посмотрите, как мы его глобально удерживали здесь, здесь, здесь и здесь. На предыдущих нижних значениях рынка, как мы теперь с вами видим, на предыдущем дне рынка, каждый раз мы удерживали этот мувинг, но иногда мы незначительно его прокалывали, как вот здесь. И вот здесь буквально ненадолго мы оказывались ниже, но после того, как мы выскакивали наверх и закреплялись над ним, мы улетали просто в космос, ребята. Чтобы вы понимали, цена биткоина улетала на 8000% и на 2000% после того, как мы отталкивались от этого мувинга. Что произошло в этот раз, все, наверное, знают уже, кто следит за рынком. Мы провалились ниже, провалились ниже этого мувинга, здесь был ретест его как сопротивление, и после этого мы долгое время находились ниже, цена биткоина находилась ниже. И вот сейчас, в этом году, цена вернулась в феврале, протестировала его снова как сопротивление, откатила, сделала ретест и пробила. Пробила 200-й мувинг, который находился в тот момент на уровне 25 тысяч долларов. После чего цена вернулась, и прямо сейчас мы видим ретест этого уровня, этого важного уровня. Сейчас уже скользящая средняя подросла, и это уже примерно 26 тысяч долларов. Так вот, ребята, что я хочу сказать. Статистически, это скользящее является ультимативной поддержкой бычьего рынка. Соответственно, если мы хотим видеть разворот, то сейчас нам по-хорошему нужно удерживать этот уровень именно 26 тысяч долларов. Ну, может быть, 25, там, с заколом, я не знаю, 24. Но в целом удерживать эти уровни, закрепляться над ними и идти выше. Это будет очень бычий знак, если мы так сделаем в макро-таймфрейме, тогда мы сможем с вами все вот это считать ложным пробоем ниже. Ложным, ультра-перепроданным пробоем. Сейчас, пока давайте смотреть, это решится буквально в ближайшую неделю-две. Я думаю, мы увидим реакцию от этого уровня. Скорее всего, мы увидим сильный отскок, на мой взгляд, поскольку это все напоминает продолжение тренда и какой-то, я не знаю, бычий флаг. Так, вполне здоровую коррекцию, если вы посмотрите и проведете просто вот так вот и увидите тренд, то вы поймете, что это вполне здоровая коррекция, особенно если вы проведете кривую. И становится понятнее, что здесь надо, конечно, накапливать BTC, скорее накапливать BTC, чем продавать. Потому что вот у нас, опять же, вам говорю, средние значения за предыдущие несколько лет, плюс у нас халвинг на носу, все ближе и ближе. Да, буквально через год нас с вами ждет халвинг биткоина. Для тех, кто не знает, это событие происходит раз в 4 года, после чего единомоментно уполовинивается награда майнером, то есть добыча битка становится сразу в 2 раза дороже. И, как правило, у нас с вами цена к тому времени начинает или уже растет, или начинает сильно расти. То есть предыдущий халвинг у нас был примерно где-то вот здесь, по-моему, после короны дампа. Где-то в районе короны дампа, да, после короны дампа. Поза предыдущей халвинг у нас тоже был с вами где-то вот здесь. Цена начала уже расти. И, в общем, цена все время вырастала. Поэтому в долгу, конечно, сейчас очень прекрасное вообще значение для покупок битка. И даже в краткосроке, я думаю, что мы с высоченной долей вероятности вернемся в этот канал. 30-50 тысяч долларов в ближайшее время. Но посмотрим. Опять же, альткоины, друзья мои, просто невероятно перепроданы к биткоину, да и к доллару тоже. Но об этом буквально через минуту. А пока хочу сказать по биткоину, что в моменте, вот я смотрю, ТРДР часовой, он продолжает сигналить. Да, ребята, бывает так, что, как вот здесь, ТРДР облажался. Как бы в долгую, может быть, он и не облажался. Но в моменте все, кто скальпил вот это дно, оказались сейчас в убытке. Либо приняли лося, либо их ликвиднуло, либо хеджево зашортили. Напишите в комментарии свой вариант, как вы это торгуете, и вообще торгуете ли вы на бирже, и на какой бирже. Кстати говоря, лично я, что могу сказать, я налосил на часть прибыли. Я налосил на часть прибыли, выходил и перезаходил ниже, потому что я набирал уже по локальным хаям, если вы меня смотрите. Короче, налудил тут потихоньку, но в целом все в рамках приличия. То есть 20% от прибыли вы недополож. Дальше надо идти просто наверх. Надо понимать, что окей, чуваки, вот эту параболу мы пробили. И похоже, что мы спускаемся в блок, локально, мы спускаемся в блок, в блок интереса. Мы уже спустились, посмотрите, в этот блок интереса 0.38, 0.5 FIBA. И да, мы все еще можем упасть на 25 тысяч долларов, и тогда меня ликвиднет, поэтому я сейчас буду смотреть, руками тут разгружаться, догружаться. Собственно, в этом и искусство трейдинга. Но можем и не упасть. Хотя, смотрите, предыдущие локальные хаи очень было бы логично, конечно, потрогать перед тем, как продолжить рост. И это будет вообще спокойно в рамках здоровой коррекции. Еще раз вам говорю, мы просто двигаем параболу вот так вот, и все сходится. Поэтому будьте сейчас осторожны с позициями, друзья мои. Риск краткосрочного пузыря на самом деле все еще невысок по метрикам Бенджамина Кована. Посмотрите, у нас с вами желто-зеленые значения, что статистически всегда приводило к булрану. Ну или практически всегда. Также еще можно отметить, что мы находимся на поддержке бычьего рынка по, опять же, индикатору Бенджамина Кована. Но это плюс-минус те же скользящие средние, посмотрите, о которых мы говорили. 200-ый мувинг, он, кстати, идеально сходится с недельным мувингом сетки EMA Ribbon. Посмотрите, вот верхняя недельная MA в EMA Ribbon сходится сейчас с этим мувингом. Короче говоря, все указывает на то, что мы где-то близки к точке разворота, и надо продолжать набирать лонг позиции в приоритете. Это то, как я вижу, друзья. Ну и плюс суперрекордно вообще перепроданные альткоины. Вопрос в том, вообще отскочат ли они в принципе или нет, потому что уже попахивает, конечно, пузырем доткомов и тюльпаноманией. Но в целом, если уж говорить о покупках, то вот они те цены, о которых мы с вами даже не мечтали. Поэтому, конечно же, накапливать альты сейчас нужно, друзья, потому что когда, если не сейчас их вообще накапливать? И на Femix, в кросс-маржиналке я именно это и делаю. Вот я, например, сейчас в третьем плече накапливаю физические альты. То есть у меня вот Dash, Ether Classic, Audio, и я собираюсь сделать это дальше. Ну, в данный момент купил Dash, Ether Classic и Audio. Заимствуя при этом бирже USDT под нулевой процент, ребята, внимание. Нулевой процент. Причем не только USDT и BNB вы можете даже занять, зашортить. И там BTC, если альты к битку хотите лонговать. Все под ноль процентов занимается и торгуется. Соответственно, вы можете просто сейчас занять денег у биржи под свое обеспечение, да, под свой один эфир занять еще на два, грубо говоря. И потом бирже отдать долг, когда у вас будут деньги. То есть вы можете купить, грубо говоря, в кредит беспроцентный сейчас крипту. На мой взгляд, это очень круто. Респект вообще большой за этой биржи Femix. Ссылку на который вы найдете в описании. Очень удобный, кстати, интерфейс для торговли и мобильное приложение. И также вы получаете уникальный шанс наминтить их токен, биржевой токен Femix. Если вы торгуете по нашей ссылке CryptoCommons, то за объем торгов вам прилетают эти XPT токены. Так что, друзья, пользуйтесь нулевые комиссии, накапливайте альткоин портфель. Просто идете вот в Margin Trading, 5x это как обычный спот. Выбираете монету, которую вы хотите купить. Кладете туда что-то в обеспечение, любую из ваших монет, хоть тезер, хоть крипту. И дальше он вам дает еще докупить. Допустим, я не знаю, смотрите, там НИР протокол вам нравится, или там Биткоин Кэш, или Лайт Ка прикупить. Смотрите и нажимаете автоборроу. Но у меня сейчас нет возможности, потому что я уже купил с плечом. Но у вас будет здесь возможность купить монет еще больше, чем у вас есть. Но дисклеймер, не финансовый совет. Торговля с плечом это опасно, у вас появляется риск ликвидации, вас может смыть нафиг, поэтому осторожней. Вот. Но судя по тому, как ТРДР сигналит, друзья, в моменте надо залетать. Правда, ТРДР, конечно, облажался вот здесь. Надо отдать ему должное. Но он облажался, это крайне редкий случай, когда он так облажался, поэтому ему можно простить. Тут реально 9 из 10 выстреливает, как из пушки. Поэтому лонг, приоритете. Но возможно еще финальный сквиз вниз на 25 и оттуда отскок. Поэтому, конечно же, потихоньку набираем альткоины. Кто спрашивал, как я накапливаю каста, да очень просто. Вот, посмотрите, мой последний спот трейд. Мне удалось продать по 2.5 50 тысяч каста и откупить обратно по 1.8. Собственно, 50 тысяч каста и на сдачу еще почти 30 тысяч монет. Так что потихонечку накапливаем хорошие проекты, друзья. Верим в To The Moon. Не раскисаем. Торгуем осторожно с риск менеджментом, с расстановкой. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Всем профитроли и до следующей встречи. Пока.